добрый всем вечер так уж получилось что наш новый заведующий отделом поздравляем его с этим егор отправился наконец в отпуск ну а что поделать он уже какая погода то ярко-яркое солнце а все равно прохладно то дождь зарядит и вот шуршит он по крышам и я вот с помощью голоса дождя делаю дождь за стенами нашей пещеры в общем отдыхать надо я вот как раз вернулась с отдыха и видимо сегодня ночные сказки о очень древних животных буду читать я мария колесник ну честно говоря это для меня совсем-совсем впервые волнуюсь сильно и как как всегда когда я волнуюсь мне помогает очень такая далекая тетушка вот она дарвиния миссельская по имени и да так что лейды мы сегодня прочитаем сказочку не знаю вот или у нас путешественница егор врать тоже географа я как-то совсем глобусе не ориентируюсь что где находится с трудом себе представляю только вот если совсем уж карту потыкают и не могу даже сказать какую-нибудь сказку из какой-нибудь местности зато благодаря учебе в польше на палеобиолога я хотя бы ориентируюсь во времени и вот как раз большим приветом елене и джон который у нас вели некоторые пары джон большой молодец он открыл новый вид иглокожих и назвал их честь солистки из найтвиша вообще очень крутой непременно посмотрите это очень классная новость вот я оставлю где-нибудь в описании ссылочкой и вообще они большие большие молодцы так что им я тоже посвящаю эту сказку да сказочка непростая она не откуда-нибудь там не французская хотя и про францию здесь тоже есть она она пришла на без времени это сказка палеонтологическая написал эту сказку андрей журавлев сказка страшная про волков совершенно-совершенно древних поэтому я сделаю такой вот костер чтобы он меня подсвечил так вот драматично и помогут мне эту сказку рассказывать вот эти ребята вендобионты эти существа еще не имели скелета не имели ни половой ни пищеварительной системы и жили они довольно грустно наверное наверное от слухи повымирали и вот как раз среди этих виндобионтов тоже конкретно пенталонам у нас нет а вообще виндобионты есть и вот сказки тоже и про них немножко тоже водится а сказочку эту написал андрей журавлев и она у него входит в его книжку которая мне очень нравится книжка эта доступна в интернете бесплатно называется она жизнь до и после динозавров динозавров обычно все хорошо знают а кто до них жил а кто после них жил вот это тоже интересно и вот там каждая глава заканчивается шпажечкой сказочка эта еда называется пришел серенький волчок и рассказывает она про самые древние случаи хищничества называется она так страшная сказка про серых волков и красных шапочек вот она подлинная история про красную шапочку все что до этого рассказывали пока что по сравнению с ними просто сказкой и так давным-давно почти 550 миллионов лет назад жила была красная шапочка жили тогда и были конечно и другие шапочки и зеленые и желтые даже полосатые в крапинку но они давайте следующий раз и желана на юге франции вернее в том самом месте где теперь находится юг франции а вот в те очень далекие времена которые предшествовали просто временам давнего ну то есть 550 миллионов лет назад там на месте горы виноградников было теплое мелкое море уже тогда франция была законодательницей моды и именно там придумывали всякую одежду которую потом носили по всему свету вот так как раз и придумали красную шапочку не ту красную шапочку которая за главную а ту красную шапочку которую красная шапочка за главной буквы красная шапочка носила виде своей красной шапочки ну в общем была она непослушной как все нормальные дети и этой непослушной красной шапочке очень хотелось показаться в своей обновке во дворе наверно у вас тоже такое бывает и упросила красная шапочка свою маму толстушку чем-то похожую на медузу испечь пирожков для очень старой бабушки питала нам очень старая бабушка питала она была настолько старой что же никто толком не помню чья она все-таки бабушка еще питала нам постоянно забывала свои питал то тут то там иногда на их выходил но не помнила которые из них должны быть справа которые след и поэтому левые питала у нее все время съезжали вниз а правые наоборот смещались вверх и одна половина очень старой бабушки питала нам их было как это с косоточной а чтобы левая половина очень старой бабушки питала нам и стала зеркальным отражением ее правой половины бабушку пришлось бы разрезать пополам а потом одну половинку сместить относительно другой кто же решится резать бабушку двигаться конечно такая сдвинутая старушенция питала нам а не могла и зубов у нее тоже не было совсем никогда нечем не было жевать и пирожки были нужны мягкие примягкие и вот с такими мягкими примягкими пирожками вышла красная шапочка из дома не забыв при этом свою красную шапочку с маленькой буквы надеть очень хотелось ей покрасоваться своей шапочке ну и пирожки конечно отнести старушке к тому времени бабушка питала нам осталась одна одинешенька все ее родственники и соседи которые жили и были очень 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 давние времена которые предшествовали просто очень давние времена то есть 600 миллионов лет назад они уже все вымерли и не было уже у ней двоюродной сестры ребристый диккин сони похожий на отпечаток кроссовки исчез куда-то дед тери диню напоминавший полосатый листок и даже совсем ни на что не похожая тёжка эллинетта больше не встречалась как и питала нам а они все были без зубы еще они были слишком мягкотелы что поэтому и вымерли ну и путь красной шапочки лежал не близкий южная франция тогда была частью огромного континента даже больше сказать можно суперконтинента а северная франция где проживала очень старая бабушка питала нам располагалась на совсем другом континенте на авалонии и находился он как и следует другому континенту за дальним морем а может быть даже за целым океаном но не знала этого маленькая красная шапочка она и вправду была совсем маленькая меньше 5 миллиметров длиной сейчас такие маленькие шапочки можно увидеть только под очень большим микроскопом и дальнее путешествие таило себе много опасностей развелось в те времена много волков когда красной шапочки еще не было на свете а очень старая бабушка петала нам а была не старой не бабушкой волков то вообще не было тогда петала нам и ее мягкотелые родственники могли жить поживать совершенно без боязни что кто-нибудь придет и ухватит за бочок волчков же притаившихся и поджидавших красную шапочку уже был мозг в общем-то довольно разум ведь настоящий хищник чтобы выжить всегда должен быть немножко впереди своего времени даже если это время очень очень давние и вот в то очень давнее время волчки были совсем не такие как сейчас у нас в лесу но один страшнее другого в одной страшилке например на голове было целых пять глаз и длинный хоботок с зубчатыми челюстями на самом кончике а другой страшный зверь был похож на большого червяка он зарывался в ил и ждал когда кто-нибудь вкусный и неосторожный проползет мимо тогда этот червяк выворачивался из своей глубокой норы выворачивал свою страшную шипастую глотку и заглатывал этого вкусного неосторожного но самый страшный волчок даже имя получил ужасающе он звался аномалокарисом у аномалокариса было два злобных сложных глаза на стебельках и каждый из них состоял еще из множества мелких глаз и фасеток не такие как у нас как у мух каких-нибудь и вот каждый из этих фасеточных глазок тоже смотрел очень злобно а еще у него было два страшных членистых ротовых придатка похожих на тараканди лапки только гораздо крупнее и шипастее в общем чтобы узнать как выглядел аномалокарис следует провести настоящий научный эксперимент диктуем во время завтрака нужно оставить немножко недоеденного йогурта а в остатки йогурта добавить побольше сахара скатать все это и засунуть получившийся липкий комочек в щель за плиту и тогда вечером сможешь увидеть на этом слабком комке дальних родственников аномалокарис с членистыми ножками правда уже далеко не таких больших и как в общем то почти не злобных и почти не страшных но конечно двухметровый аномалокарис был намного страшнее своих отдаленных проживающих за плитой родичей самым ужасным у аномалокариса был страшный круглый рот когда аномалокарис хотел представиться своей жертве а жертвами он в общем то считал всех а кто помельче он так говорил я волк но поскольку рот у него был совершенно круглый то получалось я волк и называясь ловкой аномалокарис подозрительно смотрел на свою жертву и жертве от этого становилось еще страшнее по страшному рту аномалокариса находились страшные плоские зубы с режущим плитчатым корням и вот такой страшный аномалокарис повстречался по дороге красной шапочки здравствуйте испуганно сказала вежливая красная шапочка привет небрежно кивнул аномалокарис красная шапочка хоть и была совсем маленькой но не была совсем глубинкой она быстро догадалась что аномалокарис нужно поскорее заговорить его страшные зубы меня зовут красная шапочка честно представилась красная шапочка а меня волк привычно округлил рот аномалокарис а вы кем работаете спросила красная шапочка да волк об собственно и работают сушевался на малокарису рогли не видно пошевелил шипастым ротовым придатком и слегка оскарил плоские зубы красная шапочка сразу поняла что спрашивать про большие уши большие зубы и так далее как-то бессмысленно а почему волкам спросила красная шапочка а намолотовец даже не сразу придумал что ответить ну знаешь как-то он начал оправдываться в детстве конечно я и не мечтал что стану волком но когда подрос мне сказали что есть такая профессия волком быть я не стал оказываться надо уважать мнение большинства даже если оно сильно ошибается и пока он все это рассказывал красная шапочка медленно-медленно тихонечко-тихонечко понемножку понемножку-понемножку отползла в сторону тут он и малокарис похватился что что такое раз ты волк то не будешь вот так просто одним осознанием того что ты волк и он попытался выковырнуть красную шапочку из под куста под который она забралась но не тут то было куст оказался очень густой живой шевелящийся еще и очень жгучий как крапива правда крапивы тогда еще тоже не было а намалокарис остался с носом а поскольку носа у него еще тогда не было то вообще остался ни с чем он страшно разозлился он стал настолько страшен что из куста в ужасе побежали галлюцигений они были похожи на червячков с мягкими ножками и а намалокарис даже подумал а не съесть ли ему парочку галлюцигений но сверху галлюцигений были покрыты длинными колючками а намалокарис не любил острую пищу и тут а намалокарис вспомнит что он все-таки волк с продвинутым билатеральным поведением и тогда он хитро прищурил свой левый глаз который находился на пересечении третьего снизу и четвертого слева рядов фасеток и с прищуренным фасеточным глазом он спросил а куда ты полвешь красная шапочка к бабушке несу пирожки ответила малютка не обладавшая столь продвинутым интеллектом а где живет твоя бабушка а намалокарис раз пятую сверху и третью справа фасеточку в левом глазу тогда красная шапочка рассказала ему все что знала о своей очень старой бабушке петаланами конечно намалокарис помчался навестить сдвинутую старушку ведь красная шапочка все равно пока не могла уползти слишком далеко и так добравшись до заморской аволонии всегда голодный а намалокарис даже в дверь не постучал совсем ни правым родовым предателем не левым так и ворвался в комнату старая бабушка питала нам и все равно вежливо спросила кто там как все старушки которые не ездят на автобусе она была исключительно приветливая и вежливая бабушка это я твоя внучка красная шапочка пролязгал своими страшными зубами намалокарис пришла тебе мягкие примягкие пески очень старая бабушка питала нам и ходила на юника и совершенно не привыкла к тому что каждый норовит обмануть доверчивую старушку поэтому она подумала и открыла дверь решила что что такое голос ломается у внучки и открыла дверь которая впрочем не запиралась она ведь прожила всю свою жизнь в очень-очень давние времена когда никаких волков на свете не было и двери запирать то было не от кого и конечно же не долго думая аномалокарис проглотил бабушку причем отличаясь билатеральным поведением он сначала откусил те пенталы которые были справа а уже потом наел те которые были слева а очень старая бабушка питала нам совсем ничегошеньки не почувствовала у нее просто не было никакой нервной системы чтобы чувствовать и не было у нее ни органов зрения так что она даже не увидела как страшно поблескивают по сетке в стебельчатых сложных глазах и так аномалокарис съел всю очень старую бабушку питала нам без остатка поэтому ученые до сих пор и не могут выяснить как же она выглядела они даже не догадывают какие у нее питалы были слева а какие справа и когда аномалокарис обглодал последние питалы у него очень сильно раздулась голова ведь в голове у аномалокариса был не только крупный мозг но еще и огромный желудок и вот с такой вспученной головой он стал поджидать красную шапочку однако когда желудок освободился и перестал давить на мозг аномалокарис все-таки вспомнил что красная шапочка ползает очень медленно и поэтому он решил что скорее умрет в голоду чем ее дождется сидя на месте а еще он вспомнил что настоящего волка ноги кордят ног у него правда тоже еще не было но он пустил в ход свои боковые хвостовые лопасти и быстро попчался навстречу красной шапочке заметив красную шапочку аномалокарис во всю ширину распахнул свой страшный круглый рот расставил свои страшные шипастые ротовые придатки вытаращил свои страшные стебельчатые глаза ударил хвостовой лопастью и винулся сверху на маленькое существо красная шапочка или успела под свою шапочку ногу поджать но тут случилось то чего аномалокарис никак не ожидал его страшные плоские острые зубы шахнули по шапочке и целых два из них сломалось совсем а остальные затупились а на красной шапочке красной шапочке остались лишь чуть заметные царапинки красная шапочка которая с маленькой буквы осталась оказалась она не просто шапочка она можно сказать обернулась волшебным шлемом шлем этот был словно каменный и пришелся совсем не по зубам аномалокарису и поэтому красная шапочка и шапочки других расцветок носят теперь такие каменные шлемы которые называются раковины и так вот удивленно хлопая лопастями и таращи стебельчатые глаза аномалокарис отступил с тех пор он питался только теми кто помягче и так бы эта история закончилась удачно для красной шапочки но знаешь когда одним страшным волком становится меньше на его место другой волк приходит еще страшнее еще зубостей предыдущего и мозг у него оказывается еще более продвинутый и тогда приходится красной шапочке ковать новую красную шапочку еще крепче прежней и сказке всегда найдется место волку впрочем как и в реальной жизни вот такая вот страшная страшная сказка про страшных аномалокарисов но которая по счастью пока заканчивается хорошо судя по тому что жизнь на нашей планете до сих пор идет в общем спасибо Андрею Журавлеву за страшные страшные сказки вам большое спасибо за внимание любите своих бабушек даже очень очень древних даже очень очень забывчивых да и не позволяйте волкам себя обманывать пока